Всем доброго времени суток! Данный расклад по акции для Динары. Я напоминаю, что сегодня завершается проработка колоды мини-галереи. Вот этой вот интересной, небольшой, симпатичной колоды, которая переходит у меня, например, в разряд рабочих. То есть, в принципе, она справляется со своими задачами, дает достаточно ясные, понятные ответы на поставленные вопросы. Итак, сегодня смотрим для Динары, каково отношение загаданного ею молодого человека к его бывшей девушке. То есть, мы смотрим, что чувствует, что думает об этой девушке, молодой человек. Есть ли между ними отношения, какого характера эти отношения, есть ли вообще какое-то общение. Возможно, его толком и нет. Итак, мы смотрим, что думает загаданный молодой человек о девушке, бывшей своей, что он к ней чувствует, как он себя с нею ведет, насколько активно они общаются, что ему в ней нравится, каких поступков, какого поведения ждет от девушки. Даже, видите, две карты у нас выскочили почему-то на этот вопрос. Вопрос в том, следующее, чего девушка, его бывшая, не получает от отношений на сегодняшний день с ним, что она получает от отношений с ним и насколько длительным может быть это общение, если оно вообще есть сейчас. Для вас бонус, совет карт, Динара, совет карт вам именно, как себя вести по отношению к молодому человеку. Ну, давайте смотреть, что нам говорят карты. Первый вопрос был, как относится, что думает о данной девушке ваш молодой человек. Ну, а тут можно сказать, что он в некотором состоянии такого хрупкого, шаткого равновесия, что он находится в позиции как будто бы выбора между двух огней. И первый вариант выбора почему-то связан, видите, с материальными какими-то удовольствиями. Первый вариант его выбора – это эгоистичный вариант, который ему принесет выгоду, в том числе материальную. И денежное удовольствие лично для него. И второй вариант – повременить, подождать с этими отношениями, обдумать их более подробно, более тщательно. Ну, а тут можно сказать также по этим картам, что данный молодой человек считает девушку, бывшую свою, достаточно меркантильной особой. Он считает, что девушке нужны дорогие подарки, что она хочет получать от жизни все блага, она хочет быть хорошо обеспеченной. И, возможно, она какие-то такие требования предъявляла к нему в свое время. То есть он ее видит как благополучной, достаточно состоятельной и состоявшейся. Но, тем не менее, считает данную девушку действительно человеком меркантильным. Что он к ней чувствует? Давайте смотреть. Ну, и тут можно сказать, что у него к ней по карте солнца – это старший аркан. Такие светлые, яркие чувства. Это могут быть воспоминания, это может быть просто хорошее отношение. Отношение светлой такой, искренне яркой дружбы в том числе. Давайте поясняющую карту достанем, потому что… И нам дает эта карта интересный ответ. Она говорит о том, что данный человек относится к ней, чувствует ее достойной женщиной, достойной девушкой, хорошей хозяйкой ее ощущает. Он уважает ее за умение вести хозяйство, за ее женские качества. Ну, и тут, если есть дети или если есть беременность, то он считает ее достойной матерью, своим детям. Но это вопрос уже к вам. Вы лучше знаете ситуацию, вы лучше знаете, есть ли там дети или там просто отношения. Но если есть дети, то можно сказать, что это абсолютно положительное отношение как к матери его детей, как к женщине. И это отношения такие без грязи, отношения светлые, яркие и положительные. Как он ведет себя по отношению к ней? И тут можно сказать, что он себя ведет благожелательно. Более того, он встречается с ней, он к ней ездит, он ищет встречи. И он вполне возможно туда возит деньги. То есть он туда что-то может тратить. Это благополучные для него поездки. Но могут быть поездки, которые связаны с тратами. Причем зачастую он может выступать инициатором данных поездок. То есть карта говорит о его именно поведении, о том, что он предпринимает какие-то действия для того, чтобы с этой дамой встречаться. Вопрос следующий. Смотрим, сразу откроем весь ряд. Мы сразу можем сказать, что от этого мужчины, которого вы загадали, ждет помощи девушка. И ждет материальной помощи. Причем посмотрите, как у нас совпадают карты и по девятке Пентакли, и по семерочке, и по шестерке. То есть вот здесь все крутится вокруг каких-то денежных отношений. И отношения уважения, и отношения понимания своих обязанностей и добровольного их исполнения. Но знаете, складывается полное какое-то впечатление, что все-таки есть дети. И что к детям туда отдается многое. Если детей нет, то значит женщине дается многое и продолжается материальная помощь. Именно этой женщине, о которой идет речь. Что нравится человеку в этой даме? Здесь мы можем сказать сразу, что ему нравится, что дама очень активная. Она сообразительная. Она является человеком, который прекрасно знает, чего хочет. Она может быть хорошим специалистом. То есть если она работает, что не похоже по данным картам, но может быть все-таки. То ее на работе ценят и уважают. Более того, женщина с весьма сильным характером, которая может оказывать влияние на мужчину. В том числе и магическое воздействие какое-то может. Может оказывать, но не факт. Просто можем сказать, что девушка с сильной энергетикой. Что девушка, которая может и умеет добиваться своего того, чего она хочет. Ну и мы смотрим, какого поведения ждет от нее молодой человек, о котором вы спрашиваете. И тут однозначный дается ответ. Он ждет от нее тайной любовной связи. То есть если у нее есть сейчас мужчина, что не очевидно по этим картам, то он ждет отношений в тайне от того мужчины. Если у нее мужчины нет, что наиболее вероятно по данным картам, то я могу сказать, что он желает отношений, которые были бы скрыты от вас. То есть он желает ее сделать на данный момент тайной любовницей. Не афишировать. Он не хочет рвать отношения, допустим, с вами или показывать ее кому-то еще. И он ждет именно такой вот тайной связи. Тихо, никому не видимой. То есть он отношения возобновить хочет или возобновил, но при этом он не хочет их открывать миру, говорить что-то об этом. Что получает сейчас женщина в данных отношениях? Ну, она получает встречи, она получает визиты. Визиты с положительной, скажем так, эмоциональной нагрузкой. То есть это визиты, которые ей приятны, которые ему приятны. Это такой уход, еще раз неоднократно повторю по этой карте, в тихую гавань, уход от суеты мира, от каких-то проблем. То есть вот здесь, простите, я перепутала сейчас позиции. Первая позиция была, что она не получает. Она не получает ухода его на другой берег полного. То есть он продолжает с ней быть задействованным. Он к ней все-таки приезжает. Что она получает? И вот тут мы опять видим, ну смотрите, у нас идут постоянно-постоянно идут пентаклевые карты. И девятка пентакли, и семерка пентакли, и шестерка здесь у нас. И колесница выпадает. И мы видим даму пентакли. То есть что она получает сейчас от данных отношений? Мы можем сказать, что она получает денежные средства. Она получает благополучие, материальную помощь какую-то, которой она довольна. И насколько долго могут длиться такие отношения. Но вот тут можно сказать по данной карте, что эти отношения долго длиться не могут. И вполне возможно, карты нам сейчас говорят о тех отношениях, которые уже практически завершились. То есть есть желание делать данную девушку у молодого человека тайной любовницей. Ну вот давайте запрос сделаем еще один картам. В настоящий момент сейчас какие у него и у нее отношения к ней? Ну вот тут можно сказать, что у нее отношения к молодому человеку, которого вы загадываете, абсолютно такое нелюбовное. Это отношения, которые абсолютно завязаны на материальных потребностях. Это ожидание помощи и удовольствие от получения такой помощи. Для него такое общение является отдыхом. Но можно сказать, что эти отношения, возможно, в течение полугода будут разорваны. То есть, возможно, эти отношения не просуществуют дольше, чем полгода. И совет карт вам, вот смотрите, только что говорили о полугодичном сроке, на который делается этот расклад. И карты советуют вам подождать, то есть пройти вот этот полугодичный цикл. То есть считаем, если у нас сейчас июнь, то июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. То есть где-то в начале декабря, до начала декабря теоретически эти отношения могут быть разрушены. Но это при каких обстоятельствах нужно будет дальше смотреть. Но тем не менее, карты вам советуют переждать, если человек вам дорог, то переждать вот этот вот цикл, который полгода составляет. И, возможно, после этого ждут изменения. И отношения будут между ними абсолютно другого характера. Но на сегодняшний момент могу сказать следующее. По данным картам, которые мы видим, можно однозначно сказать, что загаданный молодой человек активно материально помогает данной девушке и не против тайных отношений с ней любовных. Но у нее к нему таких, знаете, любовных, эмоциональных, кубковых отношений не наблюдается. Она хочет денег от него. Она эти деньги получает, чем она довольна. Вот, собственно, на сегодняшний день что можно сказать. Ну, а вам, Динара, я желаю не падать духом. Все-таки выждать те самые полгода и посмотреть, насколько изменятся отношения. Это будет заметно. Ну, а также у меня к вам просьба. Отпишитесь мне, пожалуйста, по тому средству связи, с помощью которого мы с вами общались. По поводу того, есть ли дети действительно совместные у данного молодого человека и той девушки, о которой сейчас велась речь. Для того, чтобы сделать небольшие уточнения в данном раскладе для вас. Потому что карты очень специфически выпадают сейчас на данную тему. Ну, я вам желаю любви, счастья, удачи. И до встречи, до свидания.